Что же, как говорили древние, ничто хорошее не бесконечно. Подходит к концу и наша непростая, но весьма полезная работа – первый том Христоматии по неаполитанскому стилю фехтования. Да-да, именно первый ознакомительный том – введение в неаполитанский стиль и каждую из его линий фехтования. Я постарался, чтобы предоставленной информации вам было достаточно для ознакомления со стилем как с явлением. Почему я именно сейчас начинаю делиться с вами своими знаниями о неаполитанском стиле? Все просто. Исследование, которое мы проводили в течение нескольких лет, было весьма длительным и трудоемким, требующим от нас много сил и ресурсов. Сейчас твердо уверен – знаю более чем достаточно о неаполитанском фехтовании и готов делиться с вами этим уже в собственных трудах. Для информационной справки отмечу – мы тщательно изучали не только испанское и итальянское фехтование. Среди изученных нами источников были документы из мировых библиотек и архивов по немецкому, французскому, русскому и даже английскому фехтованию, хотя их имелось крайне мало. Я бы сказал, что британское фехтование являлось самым малоосвещенным из всех европейских аналогичных школ, так что я не опирался на эту информацию в нашем исследовании и этой книге. Каждый трактат мы переводили из древнеевропейских на русский язык, и большую часть из них публиковали для общего пользователя. Но немалая часть документов так и осталась с техническим переводом в наших архивах. Не все из них, на мой взгляд, были настолько весомыми для того, чтобы издавать их. Однако полнота исследования подсказывала необходимость внимания ко всем доступным из дошедших до наших дней трактатов по фехтованию. Об испанских трактатах уже много сказано в этой книге. Стоит ли повторяться? А вот списком найденных и глубоко изученных нами других европейских документов поделюсь с вами, точнее, небольшой частью этих документов. Отдельно прошу, будьте особенно внимательны при знакомстве с темой влияния европейских направлений фехтования на русскую школу. Французская школа фехтования. Первый трактат на русском языке «Искусство фехтовать во всем его пространстве» Бальтазар Фишер, 1790-1796 года. Трактат «Рассуждение об искусстве владения шпагой» Александр Вальвиль, 1817 год. Русско-французская школа фехтования. Энциклопедия фехтования в Соколова. Книга «Начертание правил фехтования» 1843 год. Книга «Курс фехтовального искусства» Соколова, 1848 год. Книга «Руководство к изучению правил фехтования на рапирах и эспадронах» Севербрик, 1852-1880 года. Книга «Искусство фехтования Пикой» Соколова, 1853 год. Русско-итальянская школа фехтования. Трактат о современном итальянском фехтовании «Меч и сабля. Различные способы парирования против байонета и копья» Чезаро Альберто Блинджини, изданный на русском языке. 1880 год. В 1876 году маэстро Блинджини эмигрировал в Россию. Александр Люгар пишет книги «Руководство фехтования на штыках» и «Школа сценического фехтования», в которых описывает работу испанской навахой. 1905 и 1910 года. 1881 год. Приезд в Россию Н.А. Киавери, одного из лучших учеников Джузеппе Радаэлли. Конец XIX века. Барбазетти переезжает из Италии в Венгрию. Конец XIX века. Луиджи Боноро становится учителем Т.И. Климова. Немецкая школа фехтования. Манускрипт 1.33. 1300 год. Считается, что автор первоисточника – некий немецкий священник, упоминаемый в самом фолианте как «Лютегерус» или «Лютгер». Книга представляет собой учебник по фехтованию, содержащий анализ работы с щитом, баклером и мечом. Данная книга считается самым ранним изданием о фехтовании. Анализ этого трактата представлен в книге Герберта Шмидта «Фехтование на мечах. Том 2». Гладиатория. 1430 год. Данный труд является немецким руководством по фехтованию, предположительно написанным в 1430-х годах. Оригинал в настоящее время находится в запасниках художественно-исторического музея в Вене, Австрия. Руководство по немецкому фехтованию – Ханс Тальхофер, 1443 год. Драться убедительно – Ханс Тальхофер, 1459 год. Искусство фехтования с ножом – Ханс Лекюхенер, 1490 год. Руководство по немецкому рукопашному бою – Ханс Вурм, 1490 год. Рукопись фехтования – Карл Паулюс, 1507 год. Книга по фехтованию – Альбрехт Дюрер, 1512 год. Рыцарская рукопашная борьба – Фабиан фон Ауэрсвальд, 1537 год. Конечно, это лишь малая часть найденных, переведенных и изученных нами исторических документов. Если желаете более детально ознакомиться с полным списком европейских трактатов, дополненных описанием каждого из них, рекомендую мою книгу «Вековой обман» 2018 года, в которой описан каждый отдельно взятый источник. Отмечу, насколько большую работу мы проделали по изучению русской школы фехтования. Несколько лет параллельно нашему исследованию разрабатывался одноименный проект, в рамках которого мы общались со многими российскими современниками в области воинских искусств. В результате этой работы я пришел к выводу. Доктрина русских воинских систем периода 1980-2000 годов построена исключительно на обмане, о чем свидетельствовали еще и постоянные попытки помешать нашей работе в этой области. А некоторые весьма известные и уважаемые мастера, позиционирующие себя последователями исторических воинских систем, буквально открытым текстом в интервью говорили «Это мой киевский торт, если хотите, то ешьте его, а не хотите, так не ешьте», имея в виду боевую систему, которую преподавали много лет на территории стран СНГ. И несмотря на это, большинство людей продолжали верить в то, что им передают русскую воинскую систему, вышедшую из тени запретного протокола. Однако должен обратить ваше внимание на довольно странную вещь. Не секрет, что Русь прошла через огромное количество различных войн, но при этом собственной воинской системы не имела долгие века. Причина в том, что раньше люди на Руси изучали воинское искусство совершенно иным, непривычным для европейцев способом. Знания могли передаваться через семейную традицию, когда отцы обучали сыновей, могла быть организована некая общинная традиция передачи знаний, которая прекрасно показана в фильме «Русь. Изначально» 1985 года. Молодые люди, будущие воины, собирались в группы, которые обучали их старшие товарищи-дружинники, прошедшие к тому моменту не одну войну. Но происходило это в рамках общины. Это была закрытая система передачи знаний, в рамках которой никаких письменных документов, как правило, не сдавали. Но мы не можем назвать этот вид передачи знаний «школой», потому что любая школа предполагает учебники, профессорско-преподавательский состав, различных инструкторов и так далее, чего не было на Руси очень долгое время. Лишь во времена последнего царя всея Руси и первого императора Всероссийского Петра I учреждались военные академии, в которых люди учились и официально становились офицерами. Наряду со многими дисциплинами в таких академиях преподавалось французское, английское или итальянское фехтование, в зависимости от того, каков приглашенный преподаватель. Тогда же появились учебники по спискам документов, предоставленных ранее в этой главе. Вы можете видеть тесную связь русской школы фехтования с европейскими направлениями, в особенности с итальянской школой. Мы могли бы сказать, что последней русской школой фехтования была именно итальянская школа. Это связано с наибольшим числом итальянских мастеров, переехавших в Россию. Интерес к науке фехтования был весьма велик, ведь именно фехтование долгое время было ключевым навыком эпохи. Можно и должно попросту сказать, владение навыком фехтовать позволял задержаться на этой земле немного дольше. Воистину, это был вопрос жизни и смерти. В качестве небольшого отступления хотел бы отметить довольно любопытный факт о том, что русская дуэль, в отличие от многих европейских стран, была преимущественно пистолетная, а не клинковая. В Европе, надо сказать, много лет действовал запрет на пистолетные дуэли. Он гласил, что на дуэли не может быть использовано огнестрельное оружие в отношении между равными. Однако на Руси было иное мнение относительно дуэльных правил. И клинковая дуэль считалась бесчестной. Причина в том, что фехтование – навык, приобретаемый за длительное время. Чтобы стать искусным фехтовальщиком, необходимо много лет упражняться и практиковаться в этом вопросе. И вот, к примеру, встречаются на дуэли двое дворян. Один из них много лет занимался фехтованием, а второй, как обломов из романа Гончарова, может целый час утром думать, какую ногу первую спускать в тапочки, правую или левую. В общем, не имеет навыка владения клинком. Конечно, поединок будет не на равных и с изначально определенным результатом. Классически ярко иллюстрирует эту повесть Тургенева «Два приятеля», где далекий от владения клинком русский помещик вышел к барьеру с боевым офицером, фехтовальщиком и бритером. И что чудес не бывает, стало ясно с первой же фехтовальной фразы. Такого культа фехтования, как в Европе, на Руси никогда не было, поэтому русские дворяне считали, что рулетка – это самый верный способ выяснения отношений. Буквально божественный. Довольно ярко и правдиво несколько видов пистолетной дуэли показаны в фильме «Дуэлянд» 2016 года. В самом начале фильма представлена весьма занятная вырезка из дуэльного кодекса Российской империи. Цитата. Дуэль может происходить только между равными. Дворянин не имеет права отказаться от дуэли. Оскорбление чести дворянина имеет личный характер и отмщается лично. Допускается замена оскорбленного дворянина другим дворянинам, если оскорбленный отомстить не в силах. Дворянин может защитить свою честь единственным способом – кровью. Конец цитат. Далее показан такой вид дуэли, когда заряжается только один из двух пистолетов, затем методом жребия, подбрасыванием монетки, выбирается очередность выбора пистолета, после чего каждый из дуэлянтов совершает один выстрел в упор. Один из пистолетов соответственно выстреливает в холостую, а второй убивает дуэлянта. Так на Руси считали, что дуэль – это исключительно божий промысел. Бог решает, кто останется в живых. Но, повторюсь, причина такого выбора была в недостаточном владении оружием. В ходе нашего изучения древних источников находя все новые трактаты по итальянскому, испанскому, немецкому, французскому фехтованию и так далее, возник крайне важный вопрос. Какой же из них лучше? И первый ответ мы нашли в британском справочнике. Британцы наряду с французами всегда были весьма образованными людьми и одними из первых начали выпускать различные энциклопедии-справочники. Первая британская энциклопедия, которая упорядочивала знания науки, называлась Британика 1768 года, а французская в XVIII веке называлась энциклопедия или толковый словарь наук, искусств и ремесел. Они существовали параллельно. Изучая британские документы библиотеки Ее Величества Королевы Великобритании, нашли в одном из них ссылки на неаполитанский стиль фехтования. Затем углубились в документы, на базе которых эти энциклопедии написаны. Как вы понимаете, просто так, со слов, внести что-либо в энциклопедию было невозможно. В результате этого исследования мы стали находить ссылки на конкретные авторитеты в области фехтования средних веков. Великие мастера своего времени описывали различные школы фехтования и сравнивали их. Именно так мы впервые увидели упоминание о том, что все стили фехтования хороши, но неаполитанское фехтование лучше из всех. Так было положено начало нашему многолетнему исследованию в области неполитанского стиля фехтования. Мы находили трактаты различных мастеров, которые предлагали свой взгляд на воинское искусство. Среди них были Бласко Флорио, Никола Таракуза и Вентура, Антонио Маттей и другие. Должен сказать, что с каждой новой прочитанной книгой, начиная с XVII века, мы находили все новые мнения о неполитанском стиле фехтования. Именно тогда решили открыть для себя способы исследования неполитанского фехтования как явления. В итоге наша непростая, но плодотворная работа закончилась тем, что мы оказались в готовности вернуть миру утерянный и забытый неаполитанский стиль испанского фехтования. Для справки, последнее упоминание о неаполитанском фехтовании можно встретить в трактате Микелия Лайма «Как стать спадистом» 1936 год. Большую часть переведенных трактатов, как я уже говорил, мы подарили всему русскоязычному сообществу. И в завершение хотел бы сказать несколько слов о дальнейших планах в этом направлении. Вы ознакомились с первым томом Христомати по неаполитанскому фехтованию. Это своеобразный рассказ о неаполитанском стиле фехтования как явление. Далее мы планируем выпустить три тома по каждой линии стиля, а именно «Вилардита», «Чакио» и «Матей». И затем выйдет пятая, последняя в этой серии книга о неаполитанском стиле фехтования и его философии. Я планирую каждый год выпускать один том. Таким образом, в течение пяти лет вы получите полный пятитомник по неаполитанскому фехтованию, в котором сможете получить ответ на любой возникший вопрос в рамках заявленной темы. Поверьте на слово, приложу к этому все усилия. На чем с вами и попрощаюсь. До новых встреч во втором томе. Ваш Олег Мальцев. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»